В Фурмановском городском суде вынесен приговор в отношении женщины, которая, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сбила на туртуаре несовершеннолетнюю Татьяну Швыреву. ДТП произошло 12 августа прошлого года, неподалеку от Фурмановской школы номер 7. Девушка получила серьезные травмы. Вердикт вынесенной подсудимой – один год и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишение права управлять транспортным средством на два года. Смягчающим обстоятельством для подсудимой стала явка с повинной. С учетом обстоятельств дела большой общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данных о личности Виноградовой, суд приходит к выводу о том, что достижение цели уголовного наказания возможно исключительно в случае назначения Виноградовой наказания в виде решения свободы с отбыванием согласно статье 58 части 1 пункта А УК России в колонии-поселении, поскольку она совершила преступление по неосторожности. Также в судебном порядке был рассмотрен иск отца Тани Сергея Швырева о компенсации морального вреда. Родители девочки надеялись взыскать с человека, сломавшего в жизни их дочери, 5 миллионов рублей. Суд лишь частично удовлетворил это требование. С учетом обстоятельств дела степени, причиненных потерпевшей действиями подсудимой нравственных и физических страданий, имущественного семейного положения подсудимой, а также требования разумности и справедливости, принимая во внимание, что подсудимой совершено преступление с неосторожной формой вины, суд определяет размер компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с подсудимой в пользу потерпевшей, в 1 миллион рублей, из которых 370 тысяч рублей Виноградова выплатила в ходе следствия. Деньги необходимы семье на лечение и дальнейшую реабилитацию дочери. Тани Швыревой было сделано 5 операций. Боли настолько сильные, что их не приглушают даже наркотические препараты. Впереди будет еще как минимум одно хирургическое вмешательство. Конкретную сумму не скажу, Но то, что много и постоянно каждый день эти траты, это да. То есть мы сейчас находимся опять в областной больнице, полное обследование проходим. Поэтому траты продолжаются. Пока в законную силу приговор не вступил. У обеих сторон есть 10 дней, чтобы обдумать решение суда и в случае несогласия направить к конституционную жалобу. Родители Тани Швыревой пока не готовы дать ответ, будут ли продолжать судебную тяжбу. Любовь Почерникова, Олег Милехин, РТВ Иваново.